В стенах лаборатории Высшей школы информационных технологий и информационных систем Казанского федерального продолжается работа над поисковой спасательной робототехникой. В данном направлении работ, как правило, задействованы самые разные роботы, например, колесные и беспилотно-летательные. Однако внимание наших разработчиков сосредоточено на роботах гусеничного типа, экземпляр которого Казанский федеральный как раз имеет в наличии. Он стал настолько известным, что уже пользуется популярностью за рубежом. Российские военные провели испытания робота при разминировании Пальмеры в Сирии. Сам робот произведен в Нижнем Новгороде, а инженеры-программисты и айтишники КФУ довольно заметно совершенствуют его работу. Важно подчеркнуть, что университетский гусеничный робот Сервасил-инженер может смело похвастаться самой лучшей комплектацией по всей России. Робот состоит из основных гусениц, дополнительных гусениц и манипулятора, на котором укреплена его голова, который находится как компьютер, обрабатывающий все данные, так и практически все датчики робота Это не просто гусеничный робот. У него есть еще и дополнительные элементы, которые называются филиперы Они тоже обернуты гусеницами. Именно они позволяют ему взбираться на различного рода препятствия Сервасил-инженер устойчив перед повышенным уровнем влаги, радиацией, пыли и опасными источниками химического заражения Как нам удалось выяснить, основная миссия этого робота не физическое спасение жертв в экстремальных природных условиях А передача информации, необходимой для спасения То есть самый яркий пример это землетрясение Если происходит где-то землетрясение, идет сначала основной удар, какие-то здания рушатся И после этого поисково-спасательная команда из людей и собак ходит по этим зданиям, ищет пострадавших, чтобы их спасти Но опасность землетрясения состоит в том, что после основного удара происходит так называемый автошокс То есть вторичные удары И представьте ситуацию, когда команда людей зашла в полуразрушенное здание Пришло вторичное землетрясение, здание рухнуло И мы не только не спасли жертв, но и потеряли людей А может быть в этом здании никого и не было Соответственно, вместо команды людей с собаками, если мы запустим туда робота То мы сразу повышаем безопасность людей при таких операциях Важно подчеркнуть, что совершенствованием работы программного обеспечения робота занимаются сами студенты КФУ Пообщавшись с ними, нам удалось выяснить, над чем именно так усердно трудятся ребята Я занимаюсь разработкой алгоритмов одновременной локализации и картографирования То есть робот считывает данные изображения с камер Он оборудован четырьмя камерами Две передние стереопара Она самая важная Я написал сервер для того, чтобы считывать данные с камер И далее я буду разрабатывать алгоритм, чтобы построить 3D-карту местности А вот что случится с роботом, если связь с оператором внезапно прервется? Неужели робот будет утерян? Студенты Казанского федерального подумали над этими вопросами И разработали целый алгоритм возврата робота на точку старта Как только произойдет потеря связи с оператором И роботы это дорогостоящее оборудование, поэтому терять их нежелательно И я вот разрабатываю алгоритм, он уже работает Который при потере связи с телеоператором Если робот теряет связь с оператором Робот сам переходит в режим возврата на стартовую точку И сам, ориентируясь на местности, возвращается на стартовую точку Теперь все то, что до недавнего времени являлось препятствием для спасения жизни Например, заражение местности или высокий уровень радиации Роботу не помеха Причин совершенствовать программное обеспечение может быть множество Но цель остается по-прежнему единой Обеспечить безопасность тех людей, что ежедневно борются за нашу Аделя Шамилова, Роман Самарин, Владимир Нелюбин, Универ-Ньюс Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин